Итак, уважаемые коллеги, сегодня в центре внимания тема, которая беспокоит наверняка всех во всем мире, это хроническая сердечная недостаточность. Мы демонстрируем вам обязательные слайды перед нашим выступлением и переходим к теме нашего разговора. Традиционно наши представления начинаются с эпидемиологии, а потом мы выходим на практические вопросы, которые беспокоят всех практикующих врачей. И вот мне бы хотелось в качестве начального слайда демонстрации значимости проблемы показать вам данные по атласу сердечной недостаточности, которые были представлены в прошлом году по распространенности сердечной недостаточности. Ну и сам по себе факт распределения цветов показывает, что в Российской Федерации больных сердечной недостаточностью много, и это действительно объективная реальность. Ну конечно, то, что вы видите на экране, наверняка может затронуть каждого и задевает каждого. Действительно, это яркие цифры, яркие, говорящие о том, что каждую минуту в России умирает один пациент от сердечной недостаточности. Обратите внимание на популяцию пациентов, речь идет о возрасте, 35% сердечной недостаточности моложе 60 лет. И вот эти 12 с лишним миллионов человек, а наверняка их гораздо больше, как раз отражают тот цвет первого слайда по локализации этих больных в Российской Федерации как таковой. Следующее. Это серьезные заболевания, это тоже мы все с вами знаем, потому что известен факт, что 50% больных умирают в течение 5 лет после постановки диагноза. Это очень важно. Тогда, когда мы встречаем больного и считаем уже необходимым выставить ему в качестве осложнений наличие сердечной недостаточности, мы должны понимать, что ожидает нашего пациента. Более того, мы сталкиваемся с разными больными сердечной недостаточности и согласитесь, что даже невысокий функциональный класс, я говорю про первый, второй функциональный класс по Нью-Йоркской Ассоциации, мы с вами видим, что 34% погибают и это высокий риск смерти. Это действительно очень и очень важно. Не случайно, уважаемые коллеги, мы, говоря о сердечной недостаточности, часто сопоставляем смертность, связанность сердечной недостаточности с онкологическими заболеваниями. Ход кривых сам по себе показывает, что выживаемость при многих онкологических заболеваниях даже выше, чем сердечные недостаточности. И в настоящее время, я думаю, вы все согласитесь со мной, что те достижения, которые были получены именно в введении онкологических заболеваний, позволили нам говорить о более высокой выживаемости по сравнению с сердечной недостаточностью как таковой. А вот на этот слайд я бы хотел обратить ваше внимание принципиально. Итак, это не только высокая смертность, но и частота госпитализации. Первое представление этой информации, левая часть слайда, было проведено профессором Георгием несколько лет назад, и оно показывает на одно и очень важное обстоятельство. Если у нашего пациента развивается госпитализация, связанная с сердечной недостаточностью, то каждая последующая госпитализация приближает нашего пациента к летальному исходу. Это очень важно. Добиться предупреждения повторной госпитализации. И вот это медиана выживаемости показывает, что если больной не погиб во вторую, он больше вероятности может погибнуть в третью госпитализацию и в последующем четвертую как таковую. Да, действительно, если мы говорим про госпитализацию, то прежде всего надо понять, по какому диагнозу госпитализируются эти больные в стационары, по какому диагнозу эти больные ведутся в поликлиниках, потому что для нас это очень важная информация, тем более этой статистики, к сожалению, у нас нет или она представлена в очень обрывочном варианте. Итак, мы должны представить, что даже если больной был госпитализирован и он оказался в поликлинике после госпитализации, надо иметь в виду, что частота повторной госпитализации, она очень высокая. Один месяц – это 31%, три месяца – это 42%, один год – это 62%. Иными словами, у наших пациентов очень часто имеют место повторные госпитализации. Более того, госпитализация – это не только экономическое бремя. Мы понимаем с вами, что эти пациенты после госпитализации дают вероятность гибели. Вы видите цифру 43% в течение года после госпитализации как таковой. На что имеет смысл обратить внимание в ходе нашей дискуссии, которую мы сегодня будем проводить? Сердечная недостаточность – это то состояние, которое встречается еще чаще и чаще, и количество больных растет. Почему? Мы должны признать, как факт, наше население стареет, продолжает иметь место нездоровый образ жизни. Как это ни парадоксально, но это факт. Повышение выживаемости пациентов с инфарктом миокарда и с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями приводит к развитию более высокой частоты сердечной недостаточности. Вот на этом мелком слайде представлена информация по этиологии сердечной недостаточности. Я позволю дать вам другую версию, которая позволяет легко понять. Те заболевания, с которыми мы сталкиваемся в нашей реальной практике, лежат в основе последующего развития сердечной недостаточности. Это не только ЭБС, это не только артериальная гипертония, например, заболевания клапанов сердца, перикарда, это аритмии и целый ряд других состояний. Нам надо понять, уважаемые коллеги, где сейчас мы с вами находимся. И в качестве первой темы для дискуссии мы с вами обсудим, как мы диагностируем сердечную недостаточность как таковую. Мы все с вами прекрасно знаем, что это клинический синдром. Должны быть типичные симптомы и признаки сердечной недостаточности. Так это отражено во всех рекомендациях. И, казалось бы, чего проще найти определенные симптомы и признаки и констатировать факт наличия сердечной недостаточности как таковой. И вот тут мы с вами переходим к тому, что мы сталкиваемся с вами с разными портретами пациентов сердечной недостаточности. По периферии этого слайда, в центре находится пациент с сердечной недостаточностью, встречаются определенные симптомы и признаки как таковые. А вот как мы их интерпретируем, это очень большая тема для разговора. Итак, мы все с вами прекрасно помним, есть типичные симптомы, есть типичные признаки. А теперь давайте возвращаемся к нашим реальным жизням и возьмем десяток амбулаторных карт, где присутствует диагноз сердечной недостаточности, и посмотрим, как описываются эти пациенты. Ведь если даже пробежаться глазами, очень частая фраза, касающаяся того, что я хотел бы увидеть, например, гепатоюгулярный рефлюкс или повышенное давление в еремных венах, может не присутствовать вообще в медицинском описании как таковым. Часто бывает так, что пропускаются такие признаки, как, например, прибавка в массе тела или целый ряд других признаков, которые характеризуют сердечную недостаточность как таковым. Но вот один из симптомов, про который в последнее время говорят много, а посмотрите, насколько это приближено к жизни. Появление одышки в пределах 30 секунд, если пациент наклоняется и просто завязывает свои шнурки. Вероятность присутствия этого симптома может быть до 49% у больных с сердечной недостаточностью как таковым. Давайте, уважаемые коллеги, поговорим по тому, как мы классифицируем сердечную недостаточность. Все прекрасно знают, мы классифицируем по стадиям и по функциональным классам. Данный слайд хорошо представляет стадии первую стадию, вторую А, вторую Б, третью стадию с разницей понимания того, что уже со второй А поговорим о клинической выраженной стадии заболевания, третья Б – это тяжелая стадия, и, наконец, третья стадия – это конечная стадия поражения сердца как такова. И всем хорошо известны функциональные классы, ведь либо отсутствует ограничение физической активности, тогда мы говорим про первый функциональный класс, а дальше, в зависимости от степени снижения функциональной активности, мы говорим про второй, третий и четвертый функциональный класс как таковой. И еще одна фраза перед тем, как мы перейдем к дискуссии. Примеры формулировки диагнозов. Ведь мы с вами никогда не встретим диагноз сердечной недостаточности как основной диагноз. Мы будем говорить о заболевании, которое привело к сердечной недостаточности, дальше констатируем факт наличия сердечной недостаточности, вы видите, например, в диагнозе ЕБС указание фракции выброса, дальше стадии функциональный класс. Или, например, гипертоническая болезнь, обозначая значимость присутствия, например, сохранной фракции выброса и также стадии как таковой. Еще раз, и по амбулаторным картам, и по историям болезни, по коду МКБ-10 мы можем классифицировать сердечную недостаточности с диагнозом Ай-50. Но мы никогда не увидим этот диагноз первым как таковым. И вот для того, чтобы понять, где мы находимся и какова ситуация, мы должны с вами, наверное, определиться, как мы оцениваем клинику и как мы классифицируем наших больных. Я осознанно сейчас хочу взять паузу и задать вопрос вам, Сергей Владимирович, и вам, Аркадий Львович. Что в клинической оценке больных мы чаще всего пропускаем, когда мы оцениваем больного сердечной недостаточностью? Нет ли у нас ощущения, что мы очень часто при постановке диагноза пропускаем определенные блоки информации перед тем, как мы пойдем к деталям диагностики сердечной недостаточности? Как вы думаете, Аркадий Львович? Я немножко не понял вопрос. Имеется в виду, что мы пропускаем... Сам по тебе факт в присутствии сердечной недостаточности. То есть, иными словами, с одной стороны, очень часто в наших амбулаторных картах присутствует формальная фраза N1, функциональный класс, предположим, первый, но нередко в описании амбулаторной карты, да и в истории болезни, мы не видим с вами детального описания того, что могло соответствовать сердечной недостаточности. Мне представляется, что первое, что очевидно, что недооценивается вообще сам значение сердечной недостаточности, что это абсолютно фатальная ситуация, если ее вообще нигде не учитывать, не писать и так далее. Это первое. Второе. Ну, я же на своей волне. Мне представляется, что оценку гемодинамики тоже мало кто понимает анатомически, почему должно быть приодышка, откуда она должна взяться. Потому что нет никакого представления о вот этой анатомии сердца, путают врачи, поэтому, конечно, это очень сложно, при том, что это действительно просто. Вы знаете, я всегда говорю так, что есть когда дышка, но если это сердечная недостаточность, там мокро, а если это дыхатель недостаточность, там сухо, ну и в этой мокроте и в сухоте уже заложено все. Там, где сухо, слышны хрипы на расстоянии, там, где мокро, совсем другое дыхание. Никто не учитывает сердечную недостаточность, вот эту позу, не учитывается ночные удушья, не учитывается электрокардиограмма с большой перегрузкой левого желудочка. Мне кажется, просто какая-то такая клиническая подготовка в простом вопросе, она недостаточно правильная или недопонимается, или просто нет, не знаю, у меня других нет соображений. Хотя с пропедевтики внутренних болезней мы все с ним учим и пытаемся представить, что это признаки сердечной недостаточности. Как вы говорите, Сергей Владимирович? Ну, Михаил Чаркадьевич, я бы сказал так, что у нас, к сожалению, вот мы ловим уже далеко зашедшие стадии сердечной недостаточности. Вот если отеки, ну, конечно, врач задумается о сердечной недостаточности. Выраженная одышка, он тоже задумается о сердечной недостаточности, ну, как вот мокрая и сухая одышка, Аркадий Владимирович сказал. Вот с моей точки зрения, то, что недооценивается, прежде всего тахикардия, ее легче всего списать на артериальную гипертензию, на гиперсимпатику, на что угодно, на инсулинорезистентность, но тахикардия все-таки при сердечной недостаточности имеет место быть, и потом мы знаем там дальше мостик будущего, высокая эффективность бета-блокаторов. Вот первый момент. Второй момент, это надышка при физической нагрузке, которую надо именно спросить, как больной, потому что мы понимаем, что при определенных физических усилиях она будет появляться раньше. То есть вот мы потом с вами, я знаю просто, что вы будете показывать эти слайды, мы очень мало диагностируем в первой функциональной классе, который, безусловно, его сложно диагностировать, это значительно сложнее, когда диагностируете, и ты видишь уже асцит, ну, все понятно. Более того, вот я себя поймал на мысли, что тот слайд, который вы показывали с симптомами, больной был в лежачем состоянии на постели, то есть это больной был в стационаре. Вот, а вот образ такого, который бы приходил в поликлинику, наверное, нам будет создать несколько сложнее, визуализировать его. Поэтому, с моей точки зрения, надо смотреть на вот эти вещи, и плюс, конечно, то, о чем у вас уже звучало, это оценка прибавки в весе и обязательный, вот для меня это чрезвычайно важно, контроль веса, это будет потом эффективность и стабильность терапии, и плюс к этому, конечно, диурез. То есть для больного, где уже, как я сказал, мокрая сердечная недостаточность, это обязательный контроль суточного выделения жидкости, потому что без этого двигаться будет достаточно сложно. То есть тот больной, который был на слайде, на самом деле, скорее всего, к нему придет врач поликлиники. И я бы хотел обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на такие признаки, как снижение толерантности к нагрузке, усталость, утомляемость, потому что это такие признаки, которые часто пропускаются, как таковые, по определению. Вы знаете, я прошу прощения, вы знаете, ну вот мы сейчас по-разному, но говорим об одном и том же, то, что Игорь Михайлович сказал про педептика внутренней болезни. Техкардия или это будет, или там одышка это будет, или ремные вены, это мы все говорим об одном и том же, но только там по-разному. Вы знаете, что мы сделали? Я уже не знаю, как выявлять эту сердечную недостаточность, но мы обклеили многие поликлиники, во многих регионах России, вот то, что вы сейчас показывали, типичный, нетипичный и так далее. А в Тюменьской области мы просто заставили спрашивать все эти симптомы, потому что компьютер дальше не идет, он дальше не работает, если не будут уточнены вот сначала вопросы жалоб, а потом и вопросы осмотра. И стали выявлять намного больше болит в сердечной недостаточности. Просто врач должен вообще понимать, что это еще хуже онкологии. Спасибо, Аркадий Львович, очень важный комментарий. Знаете, почему? Что оказалось вот такой, в кавычках, формализованный подход, когда врач ищет и отмечает, на самом деле способствует большей выявляемости признаков. Смотрите, какая интересная вещь. Мы с 2016 года говорим о сердечной недостаточности сохранной, средней или промежуточной и сниженной фракции выброса. Если низкая фракция выброса, нам нужны только симптомы и признаки. Но все гораздо сложнее, когда фракция 40, 49 и больше 50. Появляются натриоэтические пептиды и, соответственно, выявление структурных и функциональных нарушений как таковых. Итак, к симптомам и признакам, в зависимости от фракции выброса, нам нужны определенные данные эхокардиографического исследования. И это не только индекс массы амиокарда левого желудочка. Часто пропускаемый это индекс объема левого предсердия, а также нарушение диастолической функции. И вот тут мне бы хотелось, коллеги, чтобы мы смогли сказать на одном языке, поговорить на одном языке по поводу того, а как реально-то мы ставим диагноз. Я попрошу Сергея Владимировича дать несколько комментариев по этому исследованию, потому что здесь есть на что обратить внимание. Ну, уважаемые коллеги, это действительно исследование было достаточно большое, пусть не пугает слово «бремени», потому что о «бремени» и финансовых связях сейчас речь не пойдет. Мы просто провели это исследование в прошлом году. Города-миллионники, тысячи пациентов, которые находились именно на поднаблюдении в наших, ну, вот здесь выборка тех городов и тех координаторов в российских центрах, которые участвовали в этом исследовании. Ну, вот посмотрите то, что показала реальная практика. Это вот не какие-то искусственные центры или там элитные стационары, это поликлиническое звено наших городов-миллионников. Теперь давайте посмотрим. Значит, ну, во-первых, мы посмотрим с вами на распределение по фракциям выбросов. У нас значительная часть пациентов находится с фракцией выброса, то, о чем Юрий Михайлович уже говорил, с охранной фракцией выброса выше 50, вот эта зеленая зона. У нас 40-49 тоже высоко, и вот там, где мы легко имплементируем рекомендации, где все прописано со сниженной фракцией выброса, это всего каждый десятый пациент. То есть у нас фактически немножко другая палитра находится пациентов в поликлинике под наблюдением. Ну, мы видим с вами разные методы, так сказать, определения фракции выброса. Очень важный аспект для нас, он ожидаем, он прогнозируем, потому что мы увидим потом, что и достаточно большое количество больных с сахарным диабетом находилось, у больных с сердечной недостаточностью, но фибрилляция предсердия почти у 40%. То есть это состояние, которое явно влияет на наши подходы к сердечной недостаточности, определение натриуретического пептида и так далее и тому подобное. Ну и, в общем, ожидаемо вполне, что, в принципе, это уложилось в эпидемиологию сердечно-сахарного диабета в популяции, почти треть процентов имело сахарный диабет как сопутствующую патологию. Сергей Владимирович, извините, то есть реально получается, мы понимаем, что это сердечная недостаточность, но сколько сопутствующих состояний могут присутствовать у этого человека, говорит о том, что это явно полиморбидность. Юрий Михайлович, давайте посмотрим так, вот если сложить 38 и 25, ну понятно, что у больных с сахарным диабетом тоже будет высокий процент фибрилляции, но даже мы, если отсечем вот это, где будем считать, что это минимальная цифра, то у нас сопутствующие патологии, которые очень сильно влияют на фармакотерапевтические и прочие стратегии, треть пациентов, которые наблюдаются в поликлиниках. Следующая позиция тоже, она для нас, так сказать, достаточно интересная была, это частота проведения количества обследований в год. Ну вот давайте посмотрим у нас с вами на то, о чем вы показали в качестве рекомендации разделения по натриоэтическому культиву. Понятно, что пока он не будет прописан в стандартах, он и не будет определяться. Ну частота чудовищно маленькая, 0,02%. То есть это, ну фактически, давайте по-честному говорить, он не определяется. Для меня неожиданно было то, что в течение года, ну тоже вы видите 0,84%, то есть это свидетельствует о том, что все-таки каким-то пациентам эхокардиография по каким-то причинам, нам не очень понятным, она с вами не делается. Что меня порадовало, и мы в этом сошлись, что все-таки достаточно технологически очень простая, но временно затратная проба с 6-минутной ходьбой, которая позволяет очень много нам оптимизировать лечение больных сердечной недостаточности в качестве и оценки эффективности нашего лечения, потому что в конечном счете переносимость физических нагрузок – это качество жизни пациента сердечной недостаточности. Она проведена была неожиданно, для меня много, я скажу так, 65% пациентов, я ожидал, что это будет значительно меньше. Ну и здесь, конечно, стоимость мы видим с вами, что она очень сильно отличается от тех стандартов, которые дают нам территориальные фонды медицинского страхования до наших крупных лечебных учреждений. Ну и, конечно, основные затраты по-любому у нас уходят с вами на проведение эхокардиографии. Я не знаю, Юрий Михайлович просто не смотрел презентацию, там будет у нас слайд по тому, какая часть больных модифицирует потом лечение или нет. Будет, да? Мы этот слайд увидим. Я хотел бы попросить, Аркадий Львович, а насколько для вас кажутся удивительными, а может быть неудивительными данные о чистоте использования различных клинико-лабораторных методов? Ну, вы меня много лет знаете, и все мои интересы в том числе. В параллели с этим исследованием мы, со своей стороны, сделали простую вещь. Мы взяли, это было более трех тысяч смертей, трех тысяч смертей среди нехирургических больных, да, кардиология и терапия в огромном нашем стационаре за несколько лет. И посмотрели это по полу и по возрасту, от чего умирают люди массовые, потому что наша больница – это маленький срез. Значит, по молодости умирает алкоголь и онкология, потом начинают прибавляться, онкология сохраняется, поменьше алкоголя становится, но выходит на первый план сердечно-сосудистый. Так вот, у этих больных основным летальным осложнением фактически было два – либо тромбоэмболия, либо сердечная недостаточность, которые друг с дружкой связаны. Поэтому, если бы наши врачи понимали, что люди в больницах страны, если и умирают, то не от всех болезней мира. Они умирают от онкологии, понятно, они умирают от алкоголь, понятно. Следующая, а может быть не следующая, а первая в определенной уже категории – это больные с сердечной недостаточностью. Вот же в чем самое-самое, потому что иначе вы этот тест шестиминутной ходьбы сказали 67%. Мой опыт общения с врачами, он немножко другой, потому что когда задаешь вопросы, кто идет за Клинским, что это за 6 минут, то вы даже себе представить не можете, какие идут на эту тему полемика. Куда идти, где идти, с кем идти, как это, какие-то флажки, где нужно расставить. Но это все очень сложно. Поэтому, мне кажется, что вот достаточно все случайные тут были исследования лабораторные. Ничего такого целенаправленного не было. Потому что не понимает настоящее время, ну не понимает, ну что можно сделать. Умирают в больнице от сердечной недостаточности большая часть людей. Спасибо, Аркадий Иванович, потому что та ситуация, в которой мы все сейчас находимся, должна столкнуться с теми последующими действиями, которые нам реализуют и дадут клинические рекомендации по хронической сердечной недостаточности. И, как вы уже заметили во всех наших вебинарах, мы стараемся ознакомиться с новыми рекомендациями. Сергей Владимирович, председатель комитета Российского кардиологического общества. Итак, по коду МКБ10А50 у нас есть уже созданный проект клинических рекомендаций по сердечной недостаточности. Хочу напомнить, что в Российской Федерации хорошо известны рекомендации РКО, общество терапевтов и общество специалистов по сердечной недостаточности. То есть у нас есть то, на чем мы с вами, с чем мы можем ориентироваться. И вот, как вы видите, уважаемые коллеги, одно из позиций, критерий оценки качества медицинской помощи – это выполнено ли определение уровня натриолитического пептида. А я сейчас задам вопрос, Сергей Владимирович, а вот не выполнено, так как не было выполнено по тем данным, которые мы получили. По логике, то тогда это незаконченный случай, и тогда он не финансируется территориальным фондом медицинского страхования. Ответ простой и понятный. Это вопрос-то сказать как бы финансовый, а второе – это не выполнение стандарта оказания, и это вариант, так сказать, административного правонарушения. Вот это та принципиальная вещь, когда мы делаем следующий шаг вперед, и теперь неопределение натриолитического пептида становится нарушением. Я, Юрий Михайлович, только хочу сказать, что мы понимаем, да, почему он не определялся, потому что была достаточно высокая стоимость этого анализа. Сегодня, ну вот мы закончили, я уже говорил на одном из вебинаров, закончили формирование стоимости артериальной гипертензии к СГ, как только будет доработана и вывешена, и закончена работа над сердечной недостаточностью, и приняты они официально Минздравом рекомендации, и из проекта перейдут в Клинреки, то тогда такая же работа начнется ровно по КСГ и стандартам оказания медицинской помощи больным с ХСН. И здесь мы, я думаю, что, поскольку в проекте это уже есть, будет заложено в КСГ. То есть этот дорогостоящий достаточно, в кавычках может быть дорогостоящий метод исследования, он будет оплачиваться и будет гарантированно оплатать функционерам. Соответственно, врач уже не будет аргументации ни у руководителя ЛПУ, ни у врача, что это дорого и невозможно. Значит, клинические рекомендации, помимо выполнения функции образования, переходит в позицию, когда это должен выполнить. А это уже немножко другая история. Поэтому, двигаясь дальше, коллеги, давайте попробуем посмотреть алгоритм диагностики. И вот тут мне хотелось бы привести выдержку из этих рекомендаций. Она очень похожа на предыдущие рекомендации, включая европейские. На что имеет смысл обратить внимание? Я, как врач поликлиники, заподозрил, что у пациента есть сердечная недостаточность. Первое действие – это оценка вероятности сердечной недостаточности. То, что мы говорили. Анамнин заболеваний, ИБС, в том числе инфаркт миокарда, гипертония, действия кардиотоксических препаратов. Кстати, очень интересная позиция, показывающая роль кардиоонкологии. Появление симптомов и признаков. То, что мы втроем сейчас обсуждали. Ортопное или, например, ночные приступы сердечной астмы. А дальше физикальное обследование ЭКГ и в зависимости от количества выявленных пунктов мы должны перейти к позиции определения уровня натриолитических пептидов. Вот эти цифры появились ведь не вчера. Они присутствуют во всех рекомендациях. Если у нас НТ про БМП больше 120 пикограмм на миллилитр, мы можем обсуждать факт наличия сердечной недостаточности. Что часто происходило ранее по жизни. Вот этот этап пропускался и врачи переходили к эхокардиографии как таковой. Это тоже очень важная позиция. Я думаю, уважаемые коллеги, имеет смысл обратить внимание на несколько позиций, которые будут, конечно, полезны врачу, который работает в поликлинике. Врач в поликлинике может столкнуться и сталкиваться с больным, которого необходимо госпитализировать. Вот если обратить внимание на общепринятый тезис, тогда, когда имеет место быстро нарастающая одышка, нестабильность гемодинамики, неэффективность лечения, особенно когда нужно внутривенно вводить препараты, это позволяет врачу определиться с тем, кого необходимо госпитализировать. Игорь Михайлович, а вот можно я здесь задам вопрос, поскольку вот быстро нарастающая, чтобы это было понятно нашим врачам. Потому что для кого-то быстро в течение часа, для кого-то суток, для кого-то неделя, для кого-то месяц. Вот это быстро нарастающая характеристика достаточно субъективная. И если врач в своем представлении видит, что действительно клиническая картина изменилась, явно выросла одышка в сочетании с нестабильной гемодинамикой, это один из аргументов, который говорит о том, что не надо тянуть время применительно к модификации лечения в рамках поликлиники, а обсуждать вопрос госпитализации. Аркадий Вилович, как вы думаете? Аркадий Вилович, а как вы относитесь вот к этой шкале ШОКС? Она здесь не помощник? Это один из инструментов, которыми мы все пользуемся. Этот аргумент, который присутствует как в рекомендациях, которые сейчас есть в нашем распоряжении, в том числе и в новой версии рекомендации по ведению больных сердечной достаточностью. Значит, я должен увидеть нарастание баллов, показывающие о том, что больному становится хуже. Да, пожалуйста, Аркадий Вилович. Нет, продолжайте. Попробуем следующую позицию. Этот пациент оказался в стационаре и теперь, как дежурный врач, я должен понять, как больного из терапевтического или кардиологического отделения перевести в палату интенсивной терапии. Ну, характеристики налицо. Мы понимаем, что если есть признаки симптома гипоперкузии, снижение сатурации, частота дыхательных движений, давление ЧСС, мы можем перевести в палату интенсивной терапии. А теперь самый сложный вопрос для обсуждения. Вот эти критерии готовности к выписке пациента из стационара присутствуют во всех рекомендациях, европейских, российских рекомендациях. Обратите внимание, пациент госпитализированный с декомпенсацией, он когда-то должен быть выписан. Ну и критерии. Гемодинамическая стабильность, эоволимия, когда больные имеют постоянную пероральную терапию, стабильную функцию почек, ну и кроме всего этого его обучили. Но я выношу еще один вопрос на обсуждение. Но ведь у нас сроки госпитализации-то сокращаются. Значит, этот пациент все равно придет к врачу поликлиники в том, с теми признаками, теми критериями, которые показывают неполную стабилизацию пациента. Как вы думаете, в состоянии субкомпенсации. На ваш взгляд, Сергей Владимирович, как часто мы можем сталкиваться с этой проблемой, особенно в условиях сокращения сроков пребывания больного в стационаре? Сергей Владимирович, я думаю, что мы сталкиваться будем с ней, не назову сходу, так сказать, цифру, но я думаю, что особенно мы часто будем сталкиваться с четвертым, будут тянуть до конца, с третьим чуть меньше, а уж если со вторым он вдруг каким-то попал, то выпишется он очень рано. Поэтому я думаю, что наиболее длительно буду держать с четвертым функциональным классом, и там он будет максимально компенсирован, потому что врачи на подсознании в стационаре будут бояться выписывать слишком рано. А вот все остальное, я думаю, что мы получим, и мы потом увидим с вами в эпидемиологии второй, третий функциональный класс поликлиники. Проблема сводится к тому, что существуют разные модели ведения таких пациентов. И если брать, например, американскую модель, это короткий срок пребывания, брать японскую чуть ли не до месяца, мы понимаем, что эти больные могут находиться в разной степени компенсации, когда они приходят к нам. В текущих рекомендациях определяется определенная периодичность посещения врача-терапевта. Если это первый, второй функциональный класс раз в 6 месяцев, третий, четвертый, один раз в 3-4 месяца, возможно, это придется делать чаще. Итак, тоже наш традиционный с вами вопрос. Когда необходима консультация узкого специалиста, и давайте попробуем поговорить, а кто этот узкий специалист? Для больного сердечной недостаточностью, который пришел к врачу-терапевту, кого мы можем обозначить как узкими специалистами? Как вы думаете, Аркадий Львович, кто такой узкий специалист, который поможет врачу-терапевту в ведении больного сердечной недостаточности? Сам терапевт, мне кажется, разве нужно кого-то приглашать для этой цели, чтобы поставить диагноз, чтобы назначить лечение, которое уже на заборах написано, и начать лечить? Ну, если не будет получаться, ну, тогда нужен, наверное, кардиолог, который, ну, который, который где он? Количество больных в сердечной недостаточности и кардиологов, оно же вообще немыслимо. Ну, мне очень сложно судить, потому что, ну, потому что тут все просто в сердечной недостаточности, что в диагностике, что в лечении. Попробуем тогда представить ситуацию. Я здесь немножечко, может быть, не соглашусь, очень редко бывает, когда я до части только соглашусь с Аркадьем Львовичем, потому что все-таки с моего видения, если так попытаться проанализировать, я бы думал о привлечении в качестве консультанта, нефролога, где есть сочетание ХБП и ХСН, а такие больные есть. И второй момент, ну, здесь именно для тактики ведения, потому что понятно, что там и дозы будут другие и так далее, и тому подобное. Второй момент, он, наверное, я абсолютно здесь с Аркадьем Львовичем уже соглашусь, и кардиологу, и терапевту сегодня не очень нужен эндокринолог, но по формальному законодательному признаку мы не очень можем выписать те лекарства, которые сегодня дают прорывную технологию в лечении у больных с сахарным диабетом и сердечной недостаточностью. И нам для того, чтобы выписали по льготной рецептуре, придется задействовать эндокринолога. Но это уже вопросы не познания, о чем говорит Аркадий Львович все время, а вопросы администрирования. Ну, то теперь наступила моя очередь не соглашаться, потому что для того... Да, но насчет эндокринолога, ну, я полностью согласен, но для этого как минимум сахарный диабет же нужно иметь, да? Кто будет делать нефролог? Вот это мне совершенно непонятно. Аркадий Львович, я думаю, что все-таки, может быть, даже не нефролог, а клинический фармаколог, наверное, потому что дозирование лекарств, наши врачи, мы понимаем, да, что врачи в поликлинике терапевты, они, ну, так, будем говорить, будут идти по очень тонкой корочке льда. Чтобы сделали бы, определили скорость клубочковой фильтрации перед тем, как куда-то что-то... Да, вот об этом и речь. Это другой разговор. Одна из важнейших характеристик, особенно в условиях терапии диуретиками, потому что рефракторность диуретикам – это одна из важнейших проблем. Это сто процентов, но как сделать, чтобы определяли? Для этого нам нужно выполнить рекомендации с уровнем 1А – определение клиника лабораторного статуса. Возможно, это изменит ситуацию. А вот почему здесь звучит в кавычках узкого специалиста? Потому что постоянно на слуху выделение еще субспециальности. Например, специальный специалист косердечной достаточности. Таковых у нас в Российской Федерации нет, равно как и медицинских сестер. Но у нас сейчас проходит очень много разговоров в этом направлении. Юрий Михайлович, можно я позвожу себе? Я думаю, что Аркадий Голич меня поддержит. Мы уже настолько заузились, что мне всегда приходит... Ну, Аркадий Голич был свидетелем, мы тогда с ним начинали работать совместно. Была идея введения в номенклатуру врачебных специальностей очень экзотического профиля под названием врач-обезиолог. Это тот, кто должен был заниматься проблемами ожирения. Слава Богу, не ввели, но само себе название обезиолог, оно, конечно, где-то от такого приматов навевает чем-то. Понятно. Но вопрос субспециальности на самом деле непростой вопрос, потому что вообще-то клиники сердечной достаточности в Российской Федерации есть. Это и федеральные центры, это и региональные центры, амбулаторная служба, стационарная служба. Вот, пожалуйста, пример того же самого атласа по сердечной достаточности, в котором присутствуют данные Российской Федерации. Карта Российской Федерации. Все наоборот. Там были мы красными, а здесь мы желтыми. То есть у нас есть госпиталь. Я как раз смотрю с позитивом по определению и приведу один пример наших друзей и наших коллег из Нижнего Новгорода. Это результат клиники сердечной достаточности. Снижение смертности в 10 раз. То есть вопрос сейчас не в том, чтобы обсуждать отдельную субспециальность как таковую. Вопрос в том, что необходимость подходов и формирования определенных знаний – это, возможно, залог нашего будущего успеха, когда мы говорим о детальном ведении этих пациентов. Более того, для нас кажется экзотичным формирование контакта с пациентом, хотя есть масса данных в отношении того, что даже сам по себе факт телефонного звонка и вот эти опросники, про которые говорил Аркадий Львович, может дать результат. Все прекрасно знают результаты исследования шанс, когда выживаемость была гораздо выше у пациентов, которые подвергались, если говорить таким термином, именно более активному контакту с медицинскими работниками. И это давало снижение частоты госпитализации. Знаете, я бы на что обратил ваше внимание. Вот этот сайт в Европейском обществе кардиологов является самым часто посещаемым сайтом среди пациентов и врачей всего мира. Это сайт, посвященный знаниям по поводу сердечной достаточности. Переведен на 10 языков, в том числе и в Российской Федерации, и в странах СНГ, и можно активно пользоваться, потому что тут работает русский язык. Поэтому по определению это одна из возможностей, которая может позволить. Давайте мы воспользуемся сейчас такой интересной опцией. Мы с вами с питерскими нашими коллегами сейчас в последнее время очень много пользуемся. И попросим нашу аудиторию поставить плюс или минус. Кто слышал об этом сайте среди врачей и кто не слышал. Плюс кто слышал и плюс кто не слышал. То есть минус кто не слышал. Мы просто посмотрим, насколько наши врачи. Спасибо коллеге, уже активно начали работать. Я, честно говоря, воодушевленный оптимист. Я думал, что будет больше все-таки значительно минусов. Появились плюсы. Это очень здорово. Но минусы вот все-таки сейчас пошли. Это к нашему образовательной деятельности, Аркадий Иванович. Я вам очень благодарен, Сергей Владимирович, что вы повернули в эту сторону вопросы и обсуждения в нашей аудитории. Потому что действительно, реально получается так. Есть готовый инструмент. И вопросов положительных, ответов положительных, как вы видите, меньше, чем отрицательные. Значит, иными словами, существует определенное поле, в котором не только врач, но и прежде всего пациент может получить дополнительную информацию. Пациент, его родственники. Это очень важно. Юрий Михайлович, я думаю, что мы уже полезное дело сегодня сделали. Чтобы большинство наших врачей узнали о таком сайте и будут им пользоваться. Что существует такой сайт. HotfileMatters.org. Так, двигаемся дальше. Попробуем поговорить по отношению того, что на самом деле мы должны достичь. Вообще-то, образование пациента – это только один из компонентов. Должна быть четкая, понятная система формирования оказания помощи. И стыковка стационар-поликлиника имеет принципиальное значение. Но все это разобьется вне во что, если пациент не будет привержен к лечению. Вот если вы увидите три разного цвета линии, самые нижние на графике, они показывают следующее. Хорошая приверженность врача к рекомендациям. Умеренная приверженность врача к рекомендациям. Если пациент не выполняет рекомендации, и результата в лечении никогда не будет, и выживаемость и госпитализация будут, конечно, выше. Ну а теперь, как вы говорите нередко, Сергей Владимирович, изюминка на торте – это как лечим. Фактически мы констатировали с вами, что таких больных много. Мы должны быть настроены на то, чтобы более активно выявлять этих больных. У нас скоро появятся рекомендации. Все понятно. А теперь попробуем поговорить, как мы лечим этих пациентов. И опять я прошу вас прокомментировать, Сергей Владимирович, ту ситуацию, которую мы получили по времени сердечной достаточности. Ну вот, коллеги, вы увидите, что в заключительный анализ вошла такая цифра красивая – 8,8 пациентов. Средний возраст – 68, достаточно пожилые пациенты наблюдаются. 24 из них в трудоспособном возрасте. Очень высокий процент, с моей точки зрения, инвалидизации – треть пациентов. Ну вот, более интересно, уже дальше будут не демографические характеристики. А вот для меня это был, в общем-то, убийственный слайд, потому что это то, собственно, ради чего мы наблюдаем пациента. Смотрите, что произошло. Изменение функционального класса в течение наблюдения. Мы помним, что мы наблюдали год. И мы видим с вами, что 56% у нас нет никаких изменений функционального класса. Вообще логично было бы так сказать, чтобы это было лучше так сказать. Более того, мы видим с вами, что у нас улучшения на два функциональных класса было, но тоже не очень много. Ну и, наконец, если посчитать суммарно, 28 из 16%, где была положительная динамика, то мы понимаем, что у половины вообще ничего не произошло. То есть для чего мы наблюдали и какие цели мы преследовали. Цель – это понятно, какие мы преследовали. Почему это не произошло? Это, конечно, очень грустная вещь, поскольку она накладывает… Да, и мы смотрели тоже так сказать, что, в общем, была, конечно, полная терапевтическая нервность. То есть то, с чем приходил больной, он фактически на протяжении года пассивно наблюдался в врачом без изменения дозировок. Я уже не говорю о выходе на целевые дозировки. Они фактически нигде ни по одной из групп препаратов не были достигнуты. Ну а теперь посмотрите то, с чего вы начинали сегодняшнюю презентацию – госпитализации, повторной госпитализации и огромная нагрузка на бюджет. А вы начинали еще помимо нагрузки, что это повторный риск и повышение сердечного риска смертности у этих больных. Ну и вот здесь, к сожалению, у нас стерлось. Вы видите, что только высокий был процент – это по, если мне не изменяет память, по бета-блокаторам. Все остальные позиции по ингибиторам АПФ, по зартанам, по спиринолактону, они выглядели значительно-значительно хуже. Такая же ситуация ровно у пациентов, где уж казалось бы алгоритм проститься. Бета-блокаторы лидирующие позиции, неплохо выглядит вот этот вот столбик 62,9 – это спиринолактон. Все остальные очень плохо. Ну и можем посмотреть, чем лечились наши больные, так сказать. Мы видим с вами, что, в общем-то, здесь применялись те препараты, которые рекомендованы, прописаны в клинических рекомендациях. Неожиданности здесь, слава богу, не произошло. Ну и понятно, совершенно очевидно, что в группе бета-блокаторов это бисопралол, спиринолактон в группе антагонистов минералок, артикоидных рецепторов. Ну, достаточно вспомнить, что это был один из таких первых препаратов Гидеона Рихтера, когда он появился. У нас Шверошпирон, фактически брендированное название. Ну и высокий процент новоаприла к распределению больных, которые получали при сердечной недостаточности. В итоге, еще раз, уважаемые коллеги, на эти данные нельзя смотреть спокойно, потому что, получается, больной лечится, его информация присутствует в медицинской документации. Но у большей части больных функциональный класс. Ну да, Юрий Михайлович, там нет этого слайда, но мы-то его с вами часто показываем, что проба в шестиминутной, она не улучшилась. Расстояние даже стало несколько ниже на такой терапии. Вот, соответственно, мы понимаем, что и качество жизни, и переносимость физических нагрузок, в итоге такой терапии ничего не дали. То есть, в итоге, Аркадий Львович, выходит, что есть явная терапевтическая инерция, когда классы препаратов присутствуют в большем либо меньшем количестве. Но результат, то, чего мы хотим получить, на самом деле более чем скромный. Да, а мы еще сделали, ну, небольшое исследование. Мы сравнили, что давали в стационаре, и что продолжали амбулаторно. Там просто ножницы в разные стороны все идет. Вот. Тоже странная история какая-то. Удивительно, потому что обычно наши все-таки, мне всегда казалось, поликлинические врачи, они очень трепетно относятся к тому, с чем выписан больной. И вот эта вот самодеятельность, она, ну, понятно, мы отсюда, наверное, вот, Аркадий Львович, это если наложить на то, что мы не увидели улучшение функционального класса, мы не смотрели просто вот этот аспект, чем выписан, мы просто наблюдали год и год. Вот. А, наверное, это как раз значительное объяснение, которое может лежать в основе такого не улучшения функционального класса. Причем все врачи знают рекомендации, особенно знакомые с фразой, что нужно достигать по возможности целевых доз. Но это вообще задача, это сложная задача. Если посмотреть, что, например, было у наших американских коллег, цифра говорит сама за себя. То есть речь идет о том, что здесь надо проявить искусство, поэтому мы должны, по идее, следуя рекомендациям, проводить активное лечение пациента для снижения риска сердечно-сосудистых событий, улучшения качества жизни, улучшения прогноза. Это вещи, ожидаемые как таковы. Любой практикующий врач в Российской Федерации да не только знает вот эту схему. Схема назначения препаратов для лечения сердечной достаточности, где разделение идет по принципу влияния на прогноз и на заболеваемость и применение препаратов в определенных клинических ситуациях. Мы видим с вами левую часть слайта, основные препараты, препараты, которые применяются в определенных клинических ситуациях и немаленький список препаратов, которые не влияют на прогноз, Но их применение диктует определенная клиническая ситуация. Два алгоритма. Европейский, российский алгоритм как таковой показывают определенную последовательность действий. Вот мне бы хотелось тут, уважаемые коллеги, взяв в качестве аргумента алгоритм европейских рекомендаций, ответить на очень простой вопрос. Итак, как уже было сказано, сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса. Есть определенное количество препаратов, которые улучшают прогноз. Мой пациент должен получить ингибитор АПФ. Если больной не переносит ингибиторы, то сортаны. Бета-беноблокаторы. Если сохраняются симптомы низкой фракции выброса, антагонисты минералокротикоидных рецепторов. Дальше возможно маневры. Высокая ЧСС и вабрадин, применение СЕРТИМ, применение САКОБИТРИЛОВАЛСАРТАНА и отдельной дюретики. Казалось бы, все по определению просто. А вот теперь давайте посмотрим. Если быть реалистом, это выдержка из наших рекомендаций будущих, они похожи с предыдущими. Есть определенное количество ингибиторов АПФ. Где оказываются наши пациенты? Если достаточно хорошая переносимость, то они получают что-то среднее, междуначальной и целевой дозой. Смотрим по тем препаратам, которые представлены здесь. Дальше. Одна из интереснейших вещей, которая была получена в свое время с лизинаприлом, это попытка доказать, что стремление к более высоким дозам будет обеспечивать более лучшие исходы. Это было получено достаточно давно, но работа сама по себе интересная. Действительно, даже не сколько летальные вещи, сколько вещи связаны с госпитализациями, будут давать результат лучший в тех случаях, когда у пациента большая доза ингибитора АПФ. Конкретно ингибитор АПФ. Можно здесь один комментарий дать? Посмотрите, доза-то достаточно высокая. Мы же привыкли, что надо слом в голове делать шаблона. Ведь при гипертонии десятка и все, и не будет титрация. Совершенно верно. Это подход, который потом, он дошел до 10 и не будет титрации. Я вас уверяю. Значит, возвращаясь к критериям эффективности, про которые мы говорили и покажем дальше. Оценка действия врача должна, по идее, подразумевать четкую констатацию факта. Что сделал врач дополнительно для улучшения клинической ситуации. Я, честно говоря, не знаю, как прописано в новых рекомендациях. Так бегло, потому что их смотрел по ХСН. Будет повод, конечно, посмотреть их более подробно. В гипертензии там очень четко. Была в критериях оценки эффективности оказания медицинской помощи прописана. Была предпринята попытка интенсификации терапии. Здесь, наверное, надо прописать. Была попытка достижения целевой дозы соответствующего препарата. Не важно ли зенаприла, не важно ремеприла, не важно бисопролола и так далее. Как вы думаете, Аркадий Львович, попытка интенсификации. Как вы думаете, какие барьеры, что мешает субъективизм врача, реальной клинической ситуации, ну, скажем, уровень артериального давления. Именно что нас ограничивает достигать целевых доз препаратов. Вот видите, тут есть в чате комментарий кардиолога, что направляют к нему больного. Он при обычном опросе выясняется, что куча жалоб, а терапевт терапию не меняет. Ну, тут как бы жизнь такая. Одинаково нужное образование, что для врача, что для пациента. То есть это клиническая ситуация. Она определяет именно дальнейшую активизацию действия врача. На что бы я хотел обратить внимание, и на мой взгляд, это действительно сильная сторона вопроса, это обозначение препаратов, которые действительно показаны пациентам с симптоматической сердечной достаточностью и сниженной фракцией выброса левого желудочка. И что важно, это блокаторы РАС, ингибиторы АП при непереносимости сортаны, антагонисты рецепторов ангиотензина, неприлезина, бета-блокатора и антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Это правда очень важно, потому что это определяет, прежде всего, понимание значимости подходов. Ведь после появления сакубитрила в алсартане мы стали понимать, что у нас все больше и больше возможностей снизить риск смерти у наших пациентов, а это увеличение продолжительности жизни. Бета-адреноблокаторы сохраняют свои позиции, как препараты с самым высоким уровнем доказательности, как таковым по определению, равно как и антагонисты минералокортикоидных рецепторов. И вот на вот этом слайде мне опять хотелось бы вернуться к тому, что и для бета-блокаторов, и для антагонистов минералокортикоидных рецепторов, и для сортанов существуют начальные дозы и целевые дозы. И это стремление врача попытаться достичь этих целевых доз. Тоже, кстати, интересная тема разговора. Ингибиторов АПФ много, сортанов гораздо меньше, мы видим 3, бета-адреноблокаторов тоже мы видим всего 4. Именно позиция, показывающая, что здесь врач должен остановиться на тех препаратах, которые доказали свою эффективность. А это опять к разговору в отношении того, вот они классы препаратов, мы видим, кстати, дисбаланс, больше назначаются бета-блокаторы, предположим, это пришли пациенты с ишемической теологией сердечной достаточности, антагонисты минералокортикоидных рецепторов, даже сокобитрил властан совсем неплохо, а ингибитор АПФ просели. То есть это к разговору о том, что поле для улучшения действий врача, конечно, присутствует. Это вот потому, что мы получили в амбулаторной практике ведение наших пациентов. Кстати, тоже очень интересная тема разговора. Это купюра из наших российских рекомендаций, когда обозначаются те ингибитор АПФ, которые доказали способность предотвращать развитие сердечной достаточности или успешное лечение. Ведь мы видим с вами разную доказательную базу. И именно все вместе исследования позволяют считать необходимость применения данного класса препаратов. А вот эта тема разговора очень интересная. антагонисты минералокортикоидных рецепторов. Нижняя часть графика показывает, что присутствие этого класса препаратов обеспечивает лучшую выживаемость. И мы фактически с вами понимаем, что в нашем распоряжении есть спиронолактон, у нас есть и плеренок. Вспомним спиронолактон. Ну, Сергей Владимирович, вы часто говорите такую фразу, сколько потребовалось времени после появления препарата, потом уже для реального применения в нашей стране. Почему так? Мы имеем явные доказательства того, что антагонисты минералокортикоидных рецепторов улучшают прогноз у наших пациентов. Тем не менее, нередко эти препараты могут не использоваться, хотя не показывают. Это важная тема разговора, как таковая. Двигаемся дальше. Если мы с вами опять вернемся к алгоритму, прежде всего обращаю ваше внимание на определенную последовательность действий, которую должен пройти врач. Но наши практикующие врачи часто видят вот эту схему. И что, на мой взгляд, очень принципиальным является? Четкий ответ на вопрос, насколько мой больной стабилен, и критериями является уровень давления, потребность в внутривенном введении диуретиков или увеличены дозы диуретиков, или они декомпенсированы. И от этого зависит, как мы можем маневрировать с блокаторами РАС, либо началом терапии, например, с ОРНИ, как таковым. Почему это важно? Потому что это одна из важнейших задач, которая будет стоять перед врачом. Я хочу обратить внимание на вот эти две позиции. Уровень доказательности 3А. Это тогда, когда не надо делать так, как указано на слайде, а именно присоединять, например, сортаны к ингибиторам АПФ или бета-дреноблокаторам. Или, например, тройная блокада меренино-ангиотензиновой системы, ингибитор АПФ, антагонист минералокортикоидных рецепторов, полисортан, потому что это на самом деле чревато негативными эффектами. Применита к ивабрадинум. Это возможность контроля частоты сердечных сокращений. Более эффективная. А прописана позиция по применению дегоксином. Тоже сохранилась позиция. Либо омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Ну и, наконец, я бы сказал бы, отдать дань традициям это терапия из асорбитом динитрана. Итак, получается очень интересная вещь, уважаемые коллеги. Классы препаратов понятные. То есть, фактически мы понимаем, что они известны для всех, для нас. Тем не менее, возвращаясь к предыдущей информации, частота применения их желает лучшего. И вот тут я выношу на обсуждение вопрос, который мне представляется очень важным. Это терапия, которая рекомендована. И речь идет о двух принципиальных классах препаратов. Диуретики и сахароснижающие препараты, потому что это тема сегодняшнего разговора у всех на слуху. По диуретикам мы понимаем, что это позволит нам улучшить симптомы, повысить физическую активность как таковую. Даже снизить частоту госпитализации. И фактически мы говорим больше о применении петлевых диуретиков и гораздо меньше, например, о теозидоподобных диуретиках. Калий, сберегающий диуретики, либо с позиции диуретика, но здесь осознанно обозначена фраза не антагонизм минералокортикоидных рецепторов, где мы применяем препараты, как препараты для улучшения прогнозов. Ну и очень известная тема для разговора. Тема, касающаяся того. Петлевых диуретиков у нас два. Тарасимид, фуросимид. Выбор того или иного препарата. На ваш взгляд, Аркадий Львович, существуют ли преференции у практикующих врачей с точки зрения выбора петлевых диуретиков? Тарасимид, фуросимид. Как вы думаете? Как мне представляется, охладился интерес к фуросимиду, и все-таки вот Тарасимид стал использоваться чаще. Мне вот то, что я вижу в практике московское, и то, что я вижу по разным городам. Мне кажется, вот процесс пошел. Это говорит о том, что произошло все-таки изменение в представлениях врачей, а значит, фактор образования, он, конечно, играет очень важную роль. Есть свои позитивные эффекты, связанные с Тарасимидом. Это так. Но у нас есть еще данные, которые говорят о возможности улучшения прогноза и частоты госпитализации. Ну и, наконец, тема разговора, которая мне представляется сейчас самой горячей, а именно речь идет о классах препаратов сахароснижающих, которые мы можем использовать у пациентов в сердечной достаточности. Я прошу, Сергей Владимирович, прокомментируйте это. Сергей Михайлович, я уже сказал, что вы видели 30% приблизительно у нас больных с сердечной недостаточностью имеет сопутствующий сахарный диабет, значит, соответственно, нам надо вырабатывать правильную стратегию. И здесь, ну, я думаю, что два акцента я бы сделал. Первый, если это снижение смертности в этой категории больных, сочетание сахарного диабета и сердечной недостаточности, очень мощная позиция у бета-блогаторов. И дальше, ведь посмотрите, у нас, если говорить за последнее время, то было две технологии прорывных лечений сердечной недостаточности. Это Арни и это технология СЖЛК-2, прежде всего с эмпогликлозином, потому что он блестяще в исследовании Эмпорек показал снижение сердечной недостаточности. И это потом показали несколько СЖЛК-2, а вот смертность снижения показал только он один. И сердечно-сосудистый, и общий. И здесь мы видим с вами опережающее, при том, что у Арни есть положительное влияние на гликемический профиль. Это важная деталь этого класса препаратов. Но он опередил других. Более того, он значительно превзошел, в общем-то, по рекомендациям, я скажу, понятно, что не по фарм-группам, а по рекомендациям тоже очень высокие позиции GLP-1. Но здесь мы даже визуально видим, явно-то сказать, мощнейший выигрыш у этого препарата. С чем это связано? Ну, с моей точки зрения, это связано, во-первых, в рекомендациях. Очень достойное представительство этого класса препаратов. Причем я хотел бы сказать, что вот здесь я думаю, что когда мы будем обсуждать, то я не очень согласен с позицией того, что в проекте написан дапогликлозин, потому что здесь должно быть по-честному написано и эмпогликлозин, и уж, наверное, скорее так, эмпогликлозин, а потом дапогликлозин. Следующая позиция, которая для меня принципиально ясна, и мы заканчивали перед этим классным препаратом разговор о диуретической терапии. Мы фактически с вами сегодня в арсенале получили сахароснижающий препарат с достаточно мощным диуретическим эффектом. Причем очень важно, что точка приложения его на уровне некрона не совпадает с местом действия ни петлевых, ни тиозидоподобных диуретиков. Соответственно, мы понимаем, что это есть возможность усиления диуретического компонента. Мы вспоминаем, что в классике жанра блокады SGLT2 приводят к увеличению выделяемой жидкости на 320-340 мл. Ну и вот здесь, наверное, ключевое различие, потому что этот класс препаратов действительно, мы о нем еще будем говорить, когда будем говорить и о сахарном диабете в поликлинических условиях. Для меня вот этот слайд ключевой. Посмотрите, отличие принципиальное между петлевым диуретиком и SGLT2. Фактически, SGLT2, обладая диуретическим эффектом, он постанавливает нормальную проходимость и сосуда, и он снимает интерстициальный отек, и главное, насколько лучше кровоснабжение восстанавливается на этом препарате. Плюс к этому, я бы говорил о том, что у этого препарата, в отличие от диуретиков, совершенно уникальное свойство снижения мочевой кислоты, значение которой в прогнозе сердечной недостаточности колоссально, и ее снижение определяющим часто является. Плюс к этому, больных с сахарным диабетом это самостоятельный фактор риска, сопоставимый с уровнем бликированного гемоглобина. Диуретики любые, это негатив в отношении мочевой кислоты. Мы понимаем, что у нас есть больные с подагрой и бессимптомной гиперурекемии. Поэтому думаю, что мы в арсенале в своем ближайшее время, если и второе исследование SGLT2, где они назначались уже без диабета при сердечной недостаточности, подтвердит их полезность и эффективность, одно уже есть исследование, то тогда вот эта таблица, которую вы показывали, с красной зоной основных препаратов, позволит нам, наверное, назначать эти препараты. Но я думаю, что дождемся этого исследования. Пока для меня совершенно очевидно и во всех рекомендациях прописано, что без SGLT2 лечить комфортно и правильно сердечную недостаточность наполненно-сакронного диабета невозможно. И пока наибольшая доказательная база на сегодняшний день, конечно, у эмпоглифлозина. Ну вот здесь действительно посмотрите по преимуществам безопасности. Мы видим общее свойство это всех SGLT2, ну а вот снижение общей и сердечно-сосудистой смертности пока только у эмпоглифлозина. Ну и, соответственно, мы видим с вами в европейских рекомендациях, здесь четко прописано, они появились всего год назад, что для снижения риска смертности. По снижению риска сердечной недостаточности и госпитализации они все равны. Но если мы говорим о технологиях снижающих смертности, то здесь этот препарат имеет преференции. Ну и вот я думаю, что здесь как раз на этом слайде очень видно хорошо, чисто даже визуально, мощнейшее действие именно эмпоглифлозина в этом плане. Ну вот здесь кривые расходятся довольно рано. И для меня вот здесь, я позволю себе, уже время подходит к концу. Одну очень принципиальную вещь. Посмотрите, как рано расходятся кривые смертности. То есть они уже расходятся через 3 месяца от начала применения этого класса препаратов. С чем это объяснить? Ну, конечно, с моей точки зрения, с нормализацией водного баланса у этих больных, плюс остальные плеотропные эффекты, которые им присущи. Ну и не случайно мы видим с вами в рекомендациях сегодня очень повышена значимость этого класса препаратов. В европейских, правда, это уже без метформина, в российских это с метформином, и в американских тоже с метформином, где если есть больные с сердечной недостаточностью, надо рассмотреть возможность назначения этого класса препаратов. Юрий Михайлович, здесь там, я напомню, один вопрос был, что делать больных с сохраненной фракцией выбор, как раз мы к этому подходим. Ну, уважаемые коллеги, перед тем, как мы ответим на этот вопрос, Аркадий Львович, ваше видение того, когда новые препараты, я прежде всего говорю о классе SGLT2, становятся полноправными игроками в стандарте ведения больных с сердечной недостаточностью. Как вы думаете, на каком из этапов терапии сердечной недостаточности, а не сахарного диабета, можно и нужно использовать эти классы препаратов? То есть сначала назначить все препараты для терапии сердечной недостаточности, а потом добавить SGLT2 или делать это параллельно? Просто ваша точка зрения, как линия листа? Я считаю, что, конечно, параллельно, потому что мы же сейчас говорим о лечении сахарного диабета, в том числе, которое без этого невозможно сегодня, а тут комбинация такая уж и бесспорная в плане и то, и другое, и сердечная, и диабет. Поэтому это все параллельно. Но я тут хочу, и вот тут есть ряд вопросов, которые бесконечно появляются по поводу дорого, дешево и так далее. Ну вот, Сергей Владимирович не даст нам не сказать иначе. Значит, все, что мы говорили сегодня, и ОРНИ, и что касается ингибиторов SGLT2, это все лекарства, которые входят в список НЛС для бесплатного отпуска льготной категории больных. Поэтому это не является препятствием. Препятствием является только одно – понимание и знание. Все. Спасибо, Аркадий Львович. Сергей Владимирович, с метформином или в качестве монотерапии, если гликемический профиль позволяет? Вопрос раз прозвучал. Ну, я бы ответил все-таки с метформина. То есть мы сохраняем позицию метформина, которая имеет самостоятельную роль в ведении больных с сердечной осадочностью. Потому что мы обеспечиваем двойную кардио-нефропротекцию препарата, нефротекцию. В одной таблетке эта комбинация. Было бы идеально. Ну и, коллеги, ближе уже к самому завершению хочу обратить ваше внимание на факт того, что фракция выброса не является постоянной константой. Более того, она может не только ухудшаться, но и улучшаться. И это надо брать в рассмотрение, потому что любой факт перехода в более высокую фракцию выброса будет ассоциироваться с лучшей выживаемостью как таковой. Поэтому на вопрос по поводу того, как вести больных в сохраненные или восстановленные фракции выброса, прежде всего не прекращать то лечение, которое получал пациент, когда у него была низкая фракция выброса. Это раз. Если уже у пациента сохранена фракция выброса, лечить основное заболевание, которое привело к развитию этой сердечной достаточности, оставляя место для сартанов, антагонистов, минералокортикоидных рецепторов, бета-адреноблокаторов для улучшения прогнозов. Завершить мне бы хотелось еще раз, уважаемые коллеги, позиции. Критерий оценки качества медицинской помощи. И мы уже с вами говорили о необходимости определения натриоэтического пептида. А дальше то, что вы говорили, Сергей Владимирович. Если говорить про терапию, начать подбор терапии теми препаратами, которые доказали свою эффективность. Провести коррекцию дозы. То есть это будет вопрос всех людей, кто проверяет нас по поводу того, что мы сделали для того, чтобы оптимизировать лечение как таковое. Соответственно, речь идет о том, что необходимо определить тактику ведения, дать рекомендации, чтобы пациент четко понимал последующие действия после выписки его из стационара. Вот это все то, что, коллеги, мы хотели вынести на обсуждение сегодня. Спасибо за внимание. Готовы ответить на ваши вопросы. Вот один из вопросов. М-поглифлотин более показан сахарным диабетом второго типа, чем дапоглифлотин. Нет, так не звучит абсолютно, потому что речь идет о том, что это класс SGLT2, тот класс препаратов, который рекомендован для ведения больных с сахарным диабетом на данный момент времени. Вот как наши канадские коллеги, они поступили очень мудро. Они те доказательства, которые получены в разных клинических испытаниях, ну, например, нефропротекция, либо органопротекция, начинают рекомендации со слова класс SGLT2, например, такие, как эмпоглифлотин. То есть вот примерно звучит фраза так. Я сейчас опустил. Я в коронарографии ответил. Не знали проведение коронарографии. Сейчас знаю. Вот. Показано ли. Замечательный вопрос, коллеги, для того, чтобы ответить на факт, имеет ли роль вклады шимической болезни сердца, и в том числе обоснованной коронарным атеросклерозом, в развитии сердечной недостаточности, раз. Наверняка это можно определить и другими методами. А дальше речь идет о более высоких технологиях. Например, о хирургических методах лечения, о возможности сочетания, ну, например, резекции аневризма левого желудочка вместе с коронарным шунтированием. То есть коронарография – это тот метод диагностики, которые направлены прежде всего на выявление коронарного атеросклероза и роли этого коронарного атеросклероза в развитии течения заболевания, в том числе осложнение сердечной недостаточности. Сейчас вышли на рекомендации подправда патологоанатомов, в которой описана ишемическая кардиомиопатия, когда есть сердечная недостаточность у сосудистого больного. Сердечная недостаточность у сосудистого больного, который не перенес инфаркт миокарда. Несомненно, да, тем более, что возможности для ведения этих пациентов становятся все больше и больше. И речь идет о феноменальных подходах. Но сегодня мы не касались сердца, потому что это тот метод лечения, который как раз требует, в кавычках, назовем мускул специалисты, язык не поворачивается сказать, про наших великих электрофизиологов, которые могут реально помочь нашим пациентам немедикаментозными методами лечения. Есть масса других подходов, когда уже точно специалист может определиться с предпочтениями выбора. Это очень интересное направление само по себе. В моем представлении все-таки, как врачи-терапевты, как врачи-кардиологи, мы должны ответить к этим подходам именно грамотным назначением фармакотерапии и не только. А можно так вот, блицам, кто считает, что нужно самое главное, чтобы изменить ситуацию? Нет. Я могу начать. Я могу начать только буквально в одном слове. Что нужно, чтобы изменилась ситуация предельно простая? Я не люблю политику кнута, но невыполнение – это сознательное повышение риска смерти больного. Ну тогда к кнуту может добавиться еще и палка, но, пожалуй, я бы сказал еще и про другое. Конечно, это образование. Образование, образование, еще раз образование, сколько бы усилий для нас, это бы не стоило. Если само по себе образование множится на рекомендации, возможно, это залог успеха. Ну, а я совсем проще хочу сказать. Приходит больной, держит в руке электрокардиограмму, которую нужно сделать обязательно. Есть признаки гипертрофии с перегрузкой, есть эфибрилляция при сердце, есть перенесенный инфаркт, закрывай свою лавочку и начинай выяснять клинику симптомы сердечной недостаточности. И без этого не ставится диагноз. Поэтому второе, лекарство, комбинации и так далее, это потом. Ну, вначале же диагноз нужно поставить. Ну, Господи, это так все просто. В итоге мы в ключе трое согласились с том, что должен быть комплексный подход, Аркадий Львович. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok